Личная жизнь детей российских знаменитостей 25-летний внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков уже несколько лет встречается со своей 20-летней соседкой подачи Аленой Красновой. Роман с которой начался, когда Алена еще заканчивала школу. Отношения Никиты и Алены сложно назвать сказочными. Молодые люди неоднократно расставались, но сейчас влюбленные всерьез задумываются о совместном ведущем. 18-летняя Олеся Кайфельникова полтора года встречалась с сыном ресторатора Аркадия Новикова Никиты. После расставания с ним у девушки был краткосрочный роман с игроком молодежной хоккейной лиги Германом Рубцовым. А сейчас начинающую модель, дочь тунисиста Евгения Кайфельникова, можно частенько увидеть 21-летним Глебом Голубином, известным как Фараон. Наследница телевизионной династии Стриженовых, 16-летняя Саша Стриженова, встречается с 18-летним спортсменом Антоном Чирюковым. Прошлым летом молодой человек собирался в армию, но, похоже, его планы изменились, потому что новогодние каникулы Саша вместе с бойфрендом и родителями провела в США. 26-летний Иван Янковский, внук Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, играет в кино и служит в московской студии театрального мастерства. Недавно Иван расстался с Верой Панфиловой, дочерью лидера группы Алисы Константина Кинчева, с которой познакомился в институте. Новая возлюбленная Ивана Александра Новикова давно известна в светских кругах. Дочь известного ресторатора Аркадия Новикова частенько становилась героиней таблоидов, в том числе и западных, ведь до романа с Иваном она долгое время встречалась с сыном Романа Абрамовича Аркадия. Сын певицы Жасмин и бизнесмена Вячеслава Семендуева, 19-летний Михаил Семендуев, расстался с дочерью экс-владельца клуба «Спартак» Андрея Червиченко, Дианой. Друзья и близкие пары были уверены, что роман Дианы и Андрея обязательно дойдет до свадьбы. Однако, несмотря на пророчества, молодые люди решили пойти разными дорогами. Елизавета Пескова, 19 лет, встречается с 19-летним студентом Юрием Мещеряковым. Молодые да ранние Лиза и Юра твердо намерены пожениться. Два года назад на балу дебютанток Татлер пара объявила о помолке. Мама девушки, бывшая супруга Дмитрия Пескова, Екатерина, призналась, что совсем не против ранних браков и будет только рада стать молодой бабушкой. Григорий Верник, 17 лет, встречается с ученицей Московской экономической школы Анастасией Горшковой. На балу Татлер в 2015 году из тени вышла еще одна юная пара. Сын телеведущего Игоря Верника и школьницы Настя Горшкова. Мы с Гришей выросли вместе и не заметили, как стали парой. Наши родители по-прежнему воспринимают нас как друзей детства, призналась чуть позже девушка. Российские молодые актеры Павел Табаков и Мария Фоминас считаются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Возлюбленная Павла появилась вместе с ним в постановке Константина Богомолова «Год, когда я не родился». Многие поражаются гармоничностью их отношений. Поговаривают, что очень скоро пара отправится в ЗАГС, чтобы зарегистрировать брак. 19-летняя дочь певицы Славы Александр взрослеет на глазах. Из милого ребенка она превратилась в красивую девушку, как две капли воды, похожей на свою знаменитую маму. Саша уже начала взрослую жизнь. Прошлой осенью Слава сняла квартиру для дочери и ее возлюбленного Дмитрия. Слава призналась, что с Дмитрием ее дочка знакома уже давно, и артистка доверяет ему, так что он стал уже родным. При этом Слава совершенно не против интимных отношений ее дочки. 22-летний Антон Немцов, сын погибшего политика Бориса Немцова, студент Московского физико-технического института. Несмотря на учебу и юный возраст, по словам мамы, уже давно живет и зарабатывает самостоятельно. Два года назад Антон представил маме свою девушку, будущего финансиста Анастасию, которая учится в Европе. 23-летняя Анна Шульгина, дочь певицы Валерии, встречается с своим 24-летним продюсером Сергеем. По словам начинающей певицы, он спокойно относится к ее популярности и совсем не ревнует к поклонникам. Девушка уже познакомила возлюбленного с родителями и призналась, что звездная мама приняла ее выбор. Спасибо всем за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!